всем здравствуйте в эфире антитопор знаете я подписан на многих политических деятелей армении на их официальные сайты порой читаю что они пишут но почти никогда не пишу комментарии ну потому что пишут они в основном то на армянском языке я то читаю по-армянски и понимаю то что я читаю но не уверен что я пойму правильно их мысль или не дай бог вообще мало чего пойму тем более что еще и написать комментарии к тому что я могу скажем так неверно понять но не все конечно такие как я потому что порой вижу под своими выпусками какие-то нелепые комментарии от людей которые постоянно меня почему-то не так понимают я отдаю себе отчет что антитопор все-таки выходит на русском языке и не для всех моих зрителей русский язык является бытовым языком то есть они не говорят на этом языке ежедневно а порой даже очень редко но тем не менее им владеют хочу вам сказать что владеть языком это не совсем то что вы думаете владеть мало важно понимать понимать то чем ты владеешь а вот здесь уже идут сложности мы можем говорить на разных иностранных языках и порой нам бывает как нам кажется что мы понимаем какую-либо устную речь произносимую на том языке на каком мы понимаем да но тем не менее мы можем понять исковеркано потому что языки имеют свойства каких-то таких манипуляций каких-то аллегорий мы можем понять в прямом смысле а это может быть сказано в буквальном смысле вот это я имею ввиду и когда я вещаю на русском языке и порой часто вижу комментарии не соответствующие моим словам ну мягко говоря я меня это начинает нервировать вот например один из последних комментариев к выпуску где я сказал о том что арцах был брошен на произвол судьбы был предан и москвой и ереваном некоторые люди всполошились мол как ты можешь такое говорить как мог ереван предать арцах там тысячи солдат уроженцев армении погибло в арцахе а ты вот такое говоришь то есть эти люди не понимают что такое аллегория ведь когда мы говорим говорит и показывает москва это не знать что сама москва в прямом смысле говорит и показывает потому что у москвы нет арта чтобы говорить понимаете в чем дело то же сам та же самая аллегория с ереваном а что разве ереван не предал арцах разве не тот человек приезжал в арцах и говорил арцах это армения и точка и в то же время так и не признал арцах это и есть предательство я не говорил за народ армении тем более упаси господь я никогда не разделял армян нарцахских ереванских гюмрийских аппаранских и прочих и прочих и прочих никогда в жизни потому что я многое из-за этого перенес будучи бакинским когда-то армянин у меня язык бы не повернулся бы отделять одних армян от других армян а вот вы которые не поняли аллегорию и начали говорить о том что я указываю пальцем на армян армении а заведомо разделяете армян на арцахских и не арцахских поэтому я бы вас очень просил и вас кто это написал и других которые не воспринимают ту речь которую я доношу на русском языке я бы вас попросил быть как я то есть не нужно писать комментарии вот если вы не уверены что вы правильно поняли не пишите комментарии будете умнее выглядеть а у меня антитопор мой зритель достаточно умный или во всяком случае человек который интересуется проблемами региона истории культуры региона как который болезненно относится ко всему и со здравой головой со здравыми мыслями у меня очень порядочный грамотный умный и добрый зритель все остальные если вы таковыми себя не считаете может быть я буду единственным блогером я не знаю я бы вас попросил отписаться от антитопор вот блогеры многие просят подписаться а я бы попросил отписаться потому что я бы хотел бы видеть перед собой на зрителя который понимает они высасывает из пальца всяческие небылицы и тем более потом выдает вот дискредитируя прежде всего не меня дискредитируя себя прежде всего ибо вы выставляете себя на посмещище и не только между нашими соотечественниками но и на потеху врагам подумайте над тем что я сейчас сказал и не зря я сказал о том что зритель у нас и грамотный и добрый и вот эта доброта привела к тому что на сегодня в гостях снова полюбившийся вам такой интересной фамилии как я уже сказал полюбившийся алексей любимов видео было встречено на ура многими были большие просмотры очень много откликнулись на беду алексея и я его снова пригласил он бы хотел вам сказать слова благодарности ко всем кто откликнулся да и наверное тоже и кто и не откликнулся из-за того что возможно ну не было средств помочь из-за того что наш эфир попал под те самые санкции когда в россию было очень сложно что-либо перевести да какие-то средства но кто успел тот успел как говорится кто не успел а все равно спасибо это уже от меня ну а сейчас слово слово даю алексею любимому любимому алексей здравствуй еще раз здравствуй здравствуй наверно была оговорка не по фрейду сейчас а дело в том что когда мне позвонила одна из твоих знакомых и сказала нужно помочь как я услышал а любимому господи мне то какое дело до твоего любимого почему я ему должен помогать и только наверное минут через пять до меня дошло что ты никакой ничей не любимый во всяком случае той девушки которая мне звонила да романтики и лирики тут никакой нет она имела ввиду фамилия любимов ну я вот буквально как бы ее воспринял это из той же серии как мои слова принял вот воспринял один из тех комментаторов вот и у меня сейчас также получилось но еще раз хочу тебя поприветствовать алексей первый вопрос такой наладилось ли у тебя после того эфира да я хотел бы выразить благодарность сказать огромное спасибо всем кто откликнулся откликнулась очень много людей и я почувствовал огромную поддержку не только материальную но и моральную звонили люди из разных стран со многими я подружился мы поддерживаем контакт общаемся и удалось собрать достаточно средств для того чтобы возобновить занятия со специалистами для сына для гайка теперь он занимается из с нейропсихологом и со специалистом по лечебной физкультуры и по до сенсорной интеграции то есть даже буквально на глазах становится спокойней и думаю и до сих пор продолжает поступать помощь я думаю ее хватит еще на многие месяцы вперед то есть я очень от всего сердца всем благодарен за за любую помощь и поддержку ты знаешь я изначально но это еще несколько недель назад я сначала думал надо бы пофамильно всех назвать ну господи ну там столько людей откликнулось то есть если мы будем фамилии перечислять это это будет очень много времени на это уйдет да все верно и до сих пор звонят люди и какую-то отправляют помощь у кого-то не получилось просто из-за того что заблокировали системы денежных переводов из-за границы кто-то не успел но очень искали люди другие пути для нас для нашей семьи это огромная помощь да это хорошо было возможности то есть сын долгое время не занимался но по финансовым причинам я знаю тебе даже генералы звонили да да вы не ожидал честно говоря что да вот чудо антитопора нас смотрят абсолютно разные люди разного социального уровня это хорошо ну что ж алексей я рад за тебя я рад за твоего сына мы все надеемся что все у вас будет хорошо и придет тот день когда вместо папы у монитора появится сам гайк я не говорю что это будет завтра но будет во всяком случае до антитопор пока не закрывается знаешь что я хотел узнать я вот тут ненароком мне нашептала одна наша общая знакомая что ты играешь еще и на дудуке это правда да ну как сказать игра игра это громко сказано самоучка мне подарили дудук привезли из армении и да кое-что я такое что могу играть там несколько мелодий сейчас к сожалению у меня треснул муштук то есть сама камышева я искал не смог найти в краснодаре то есть кара вообще хотел конечно к этому эфиру что-нибудь подготовить для зрителей ну ничего пока обойдемся я конечно только учусь можно сказать алексей вот мы в прошлый раз с тобой разговаривали эта тема кстати говоря на ура восприняли наши зрители мы разговаривали с тобой об армянском языке и вот хотел бы я прошлый раз говорил что мы продолжим эту тему и вот хотелось бы продолжить как говорится от научно-популярного более научному да скажи в особенности армянского языка вот они много ли отличаются от общеиндоевропейских вот таких от общеиндоевропейской языковой семьи ну что могу сказать база конечно общая эндоевропейская сохраняется и армянский как известно вам является отдельной совершенно ветви в семье эндоевропейских языков но есть и отличительные особенности не характерны для большинства индоевропейских языков ну во первых наверное это фонетика в первую очередь ну бросается в глаза то что система фонетическая очень схожа к примеру с системой фонетики в грузинском языке хотя это абсолютно не родственные языке здесь как правило принято считать что это субстратное явление то есть то что осталось от языков населения армянского нагорья которые говорили не на эндоевропейском языке ну там как какой бы мы теории не придерживались в любом случае этот субстрат есть то есть когда бы не сформировался армянский язык в том виде в котором мы его знаем даже граб тем не менее это есть и наличие вот этих тройных согласных то есть звонкий глухой непридыхательный обруктивный алексей более слабый чем да да алексей смотри ну помимо фонетики я заметил что в грузинском языке есть слова если хотя не общие то во всяком случае это такие слова амонимы с армянским языком но только что в армянском это означает одно а в грузинском это означает нечто другое но тем не менее вот они одна одинакового звучания а как можно это охарактеризовать откуда они возникли у грузин или может быть наоборот у армян во первых взаимное влияние языков было так как народы очень очень давно живут по соседству займем проявление культур языков потом есть общее персидские заимствования их очень много и кстати большая часть из них считается что грузинский попало именно посредством армянского языка есть еще пласт лексики под вопросом субстрат это или нет или просто влияние которое например есть только в занских языках западно-грузинский то есть не самом грузинском а в мегрельском и в лазском языке и в армянском в других языках не встречается но самое известное наверное из этих слов это чанч муха вочхар то есть ну современ то есть эти слова не не армянского происхождение да не индоевропейского они не индоевропейские до этих вот это больше такой кавказская то есть ну сейчас то армения с мегрелами с лазом в принципе никак не граничит и в принципе в исторический период в основном только гамшинские армяне то есть контактировали с ними но получается что этот пласт лексики очень древний потому что он есть во всех диалектов армянского языка начиная с самых западных и и дворцах осенником потом помимо фонетики и есть еще не характерный для большинства индоевропейских языков строй агглютинативный то есть потому что большинство индоевропейских языков все-таки фликтивные ну то есть когда посредством изменения например окончания мы выражаем сразу несколько смыслов ну какой можно пример привести например русское слово столов до это окончание ов будет выражать сразу и множественное число и и родитель и мужской и мужской род и родительный падеж а при агглютинативном стоит то есть подряд добавляются аффиксы которые стоят сюда строго определенном порядке и каждый из них несет определенное значение ну в армянском что это например я рекомендую твоих детей примеру у нас показатель множественного числа здесь же дальше идет показатель служа разве это не характерно всем индоевропейским языкам большинство индоевропейских все таки фликтивные все таки фликтивные больше по большей части это это особенность она больше характерна вот как раз таки для языков финно-угорской группы для для уральской семьи для для языков кавказа кавказских автохтонных для но для тех же тюркских монгольских а как как это проникло то это же не какие-нибудь имена существительные как это могло проникнуть в армянский язык ну сложно сказать скорее всего это тоже субстратное какое-то явление не не индоевропейского происхождения потому что это но вот здесь смотри здесь и и фонетика и и много черт именно вот в строе язык языка и так далее среди индоевропейских языков характерны только для армянского и осетинского но осетинский понятно по какой причине там тоже местный кавказ субстрат да он тоже есть все эти звуки обруктивные но они более более сильные по своей по артикуляции то есть там так далее армянские слабее тем не менее они не характерны для большинства для вообще для индоевропейских языков кроме армянского и осетинского в других не встречаются смотри вот порой армяне хвастают тем что армянский язык наиболее чист то есть у армянского языка достаточно мало заимствование так ли это нет конечно как и в любом языке заимствование достаточно много и и что касается армянского языка то на первом месте по числу заимствованных корней и слов стоят языки иранской группы как пахлавий среди персидские и ну и части то есть мы не путаем значит общие европейские с иранскими корни мы говорим исключительно о лингвистических заимствованиях понятно что есть базовая лексика которая является исконно армянской то есть развившаяся от общих проиндоевропейских корней но это такие слова там к примеру как маяч хайч джур луис лусин астах дуртун сид ну как правило они но наверное правильно было бы сейчас повторить то же самое на фарси ну чтобы чтобы зритель понял о чем мы говорим ну к примеру домой на фарси модарь астах звезда ситар 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 до зависимости от диалекта но по этим да по этим словам видно что они и до пески здесь родство чувствуется те которые я перечислил это именно слова из базовой лексики то есть на основе этих корней строится то есть создается наверно наибольшее количество слов мне кажется они общие базовыми являются для всех индоевропейских языков потому что ну такие понятия как мать отец сердце голова то есть предметы с которым сталкивались или имена существительные с которыми сталкивались на протеиндоевропейцы когда это еще был общий такой народ да не и тогда сталкивались и сейчас сталкиваются и соответственно они до сих пор сохранились как общие названия это да но бывают такие редкие случаи когда принципе может быть и нередки когда казалось бы вроде бы и слова из такой базовой лексики но замещаются либо субстратными либо под влиянием каких-то языков но опять если тот же осетинский перевести то например рука на осетинском кух она это это не индоевропейское слово связано мне кажется нет с нахскими связано например с чеченским куик осетинским ингушским кулг так далее ну смотри я знаю что у тюрок копчаков рука будет кол не ну кол да кол да а это кух ну а почему бы нет например если в армянском языке часто l превращалась в может то же самое случилось в осетинском нет здесь другой процессы на анага например как тоже связано с с война с ким ну и и много таких слов ну конечно в основном базовая лексика сохраняется как правило даже список сводишь а есть по которому проверяют родство языков насколько разошлись языки список этой базовой лексики определенную набор где и как можно с этим списком ознакомиться тому же зрителю в принципе можно в интернете поискать они выложены по по многим языкам по давай давай напомним как называется этот список список сводишь а список сводишь а скажи еще алексей по поводу овощей и фруктов очень часто наши восточные соседи пишут о том что армяне как бы прикарманили себе название овощей и фруктов с азербайджанского языка так ли это нет конечно нет потому что большинство название овощей и фруктов они опять-таки персидского происхождения из иранских языков то есть они общие и для армянского и для азербайджанского заимствованы оттуда но есть что-то армянское и что-то заимствование да я не говорю давай разделим что именно армянское что заимствованное ну исконно армянским собственно вот считается например слова танц груша она восходит к проиндо европейскому корню или либо дэхт персик он этимологически связан со словом желтый давим ну по крайней мере это наиболее распространенная версиям салон например и имеет субстратное происхождение из хорита урадских языков саложда условно тиран абрикос этимология до конца не выяснена затемненно ну а многие названия такие например как варюнг сок тут что еще но очень многие хотел быстро сказать это хамп это слова а это иранские но кагамп это тот же калам калам талям да то что азербайджан капуста из иранских языков здесь имеет то есть в древнеармянском звука как такового не было был вместо него твердый ла либо двухфокусный согласный который произносился примерно как о и только позже трансформировался уже в тот звук который сейчас есть но собственно поэтому при заимствовании например имен каких-то из из других языков ствердым ну например там например соломон да в армянском передается как словами ну как как один из как один из примеров елизавета елис опять бои александр описался александр изначально так что да это здесь имеет место именно такая трансформация своеобразная варюнг из тоже из персидского а ахияр который распространен в диалектах разговорной речи это уже арабизм вот самое любопытное то что варюнг у армян из персидского на хияр у персов из арабского да то есть получается иранцы и мягко говоря позабыли свой хияр и пользуется арабским ну да таких слов кстати немало которые у персов вышли из обихода вместо них используется арабизм и а в армянском они сохранились особенно какие-то древние слова тому вино ислам которые они уже приняли у арабов и вместе с религией и арабизация тоже шла ну а персидских слов конечно в армянском языке очень много то есть из всех из всех всей заимствованной лексики это наиболее многочисленная и в нее на одно время же было по-моему в 19 веке армянский язык причисляли к иранской ветви язык да именно по этой причине потому что эти слова буквально во все сферы проникли даже например самые обиходные нас вроде глагола кашель или пахель или такие слова как паниль а шагерд мишт всегда там слушай а славянский русский глагол кашлять иметь что-то общее с кашель один курит и кашляет пожалуйста по моему много чего общего ну как народная этимология сойдет а так конечно как задорновская этимология сойдет кстати кстати армяне очень любят такую попсовую этимологию я очень много видел я я всегда просто удивлялся почему людям не жаль своих денег а может быть это деньги не их может быть они находят таких спонсоров которые им дают безвозмездные эти деньги и они теряют время пишут книжки выпускают вот эту лабуду на деньги спонсоров но понятное дело не свои деньги можно и лабуду написать выпустить да где рассказывается о каких-то таких дикоинных вещах наподобие вот то что я сейчас вот мне в голову пришло по поводу кашель и кашлять понимаешь а там вот буквально 300 а то и 400 500 страниц вот подобного там про коня про карпаты про я сказал про коня ты засмеялся ты уже наверное понял о чем я вот что еще там было там много чего я не буду даже называть фамилии этих авторов потому что не хочу делать им рекламу но вот вот такой безвкусный бездарный и я бы даже сказал не полезный и литературы достаточно много достаточно много и я хотел бы вот своим зрителям тоже рекомендовать особенно молодым людям ни в коем случае не покупайте не читайте это армянский язык он достаточно богат он намного интересен чем то как его преподносят говоря о том что армянский язык матерь других языков понимаете я понимаю конечно армянский язык язык древний но говорить вот так вот в корне что это матерь и приводить какие-то домыслы как в русском языке того же кашлять и многого другого там ну это мягко говоря неверно неправильно и просто любите науку не любите попсу вот есть музыка классическая да прекрасная музыка там вивальди и если музыка не вивальди а меладзе да кому что нравится музыка вивальди конечно сложно усвояемая а вот музыка меладзе легко усвояемая поэтому там больше слушателей вот то же самое и в лингвистике творится то что более так по простецки что-то там на выдумывали на сочиняли и вы в это верите только потому что это в книге написано но я так заметил что этим очень многие более на постсоветском пространстве это не но ты понимаешь мне например плевать чем болеют скажем соседней республики да потому что многие на постсоветском пространстве республики они только благодаря той же россии благодаря тем же русским стали вообще нации почему греха таить да ну я правильно говорю благодаря россии благодаря тем же русским они стали нации потому что до этого там до 20 века это вообще Еще какие-то были племена, которых называли по-разному, сами они себя до сих пор порой называют еще по-разному, да, еще как таковая не сформировалась у них литература, история, культура, то есть большевики соткались всего того, что было. И вот сейчас многие из них имеют свои государства и лишь мало народов, которые и до Российской империи, и до большевиков имели свою государственность, уже свою культуру, свою историю, свое прошлое. Таких народов очень мало, вот, поэтому и сочиняют, да, поэтому им простительно, я не буду сейчас говорить, кому именно простительно, но вот когда это делают армяне, или когда это делают, скажем, ну, те же литовцы, да, мне кажется, даже те же русские, когда это делают, в русской литературе тоже много чепухи, вот, вот им уже не простительно, потому что, как народ, все они сформировались достаточно давно, тысячелетия назад, и когда ты, как бы, откладываешь куда-то в сторону, не замечаешь свое исконное, и при этом ты из пальца высасываешь нечто такое впечатляющее, выдумывая себе каких-то героев, славяно-арийские веды, которых никто никогда не видел, но это уже, мне кажется, непростительно. Простительно азербайджанцам, но не всем остальным. И, ну, и вообще, да, смотрится это все как-то очень нелепо выглядит, все эти псевдонаучные, потому что, ну, либо какое-то непонятное стремление к удревнению языка, либо к какому-то пуризму, хотя, в принципе, чистых языков, как таковых, не бывает. Все, во всех есть заимствование, все влияют друг на друга, есть взаимопроникновение. Ну, я думаю, да, я думаю, ты прав, я бы мог бы еще, допустим, ну, скажем, года три назад, я бы с тобой не согласился бы, но теперь я думаю, что ты прав, потому что за последние годы мне часто приходилось бывать в племенах азиатских, американских, ой, латиноамериканских племенах, которые в джунглях живут, африканских племенах. И вот я бы мог бы привести пример, сказать, ну, вот они же как-то сохранили у них, вот, конечно, примитивные слова, да, словарный запас небольшой, но, тем не менее, у них свое, нет никаких таких иностранных слов, но даже у них все-таки есть, потому что, вот, скажем, когда приезжают более цивилизованные народы к ним и с угощениями, да, а эти племена не знали об этих, скажем, те же апельсинах и печеньях, конфетках и прочее, да, и когда вот эти вот другие народы им привозят, и говорят на своем языке, допустим, бом-бом, или там, скажем, свит, или конфета, и они, естественно, эти племена уже понимают, что вот эта штучка называется именно конфета, и начинают повторять, и когда уже второй, третий раз к ним приезжаешь, они уже говорят слово конфета, то есть слово уже проникло к этим племенам. Это более-таки современные, более современное время, примеры из наших дней, но, а так, те же языки племен, если начинаешь анализировать, то, вот, вроде бы, они живут изолированы и так далее, но на поверку оказывается, что когда-то там, лет 300 назад, все равно было какое-то влияние от других племен, например. То есть, не знаю я ни одного. Ну да, для этого, наверное, мне надо было бы знать, не мешало бы, во всяком случае, знать язык племени, у которого я был, и язык племени, который живет недалеко от них, чтобы потом можно было как-то сравнить. Хотя, насколько я знаю, друг друга они не понимают. Ну и четкие границы зачастую сложно провести между народами. Какой-то континуум все равно есть. Вот, сказать, здесь заканчивается это. Это и языков касается, и культуры очень много. А скажи, Алексей, вот такой, можешь привести примеры элементов древнеармянского, сохранившегося в современных уже диалектах армянского? Я уж не говорю в литературном армянском, а именно в диалектах. Я просто уверен, что древнеармянский, он больше, наверное, сохранился в каких-то определенных диалектах армянского языка, нежели в литературном армянском. Есть такое? С одной стороны, да. В принципе, диалекты, они были изначально, они всегда существовали. Потому что Гарапар, он, как и любой литературный язык, он в меру искусственный. То есть, его подгоняли под какие-то рамки. Ну, что касается древних элементов, ну, навскидку могу, я даже, кажется, об этом говорил, вот, в арцарском диалекте, наличие этого суффикса н существительных, который в остальных диалектах исчез. Ну, например, цокун или тюкун, рыба, да, дзук, древнеармянская, дзукун, торун, хартун, харс. Это в грабаре так звучало это все? Звучало немножко иначе, но суффикс этот присутствовал. Ну, то есть, я говорю цокун, цокун или тюкун в арцарском диалекте, а в грабаре дзукун. А в современных диалектах этот суффиксен, он отпал, его нет. То есть, просто дзук, либо цук и так далее. В арцарском сохраняется. Потом, опять-таки, в арцарском, синихском окончание глагола на ал, да, то есть, в прошедшем времени, когда говорим там, например, асала, екала. Это тоже рефлекс древнеармянского. То есть, в других диалектах в грабаре окончание звучало как екал, например, э-а, дифтонг там был. Хотя, принято по нормам читать, ну, слова агрофара, как екал, но на самом деле он звучал как дифтонг, екал. И, то есть, получается, скажем, в араратском диалекте усилился первый звук, первый звук, и поэтому екель, екеля. А в арцарском наоборот, поэтому мы имеем екала. Это вот тоже отражение древнеармянского. Или если другой диалект возьмем, например, лорийский, там форма прошедшего, незавершенного, длительного, ну, например, что-то хотел или говорил, ну, в литературном восточноармянском мы говорим узумер, асумер, то в этом диалекте будет узель, асель, то есть точно так же, как в грабаре. В других диалектах я этого не встречал, именно в лорийском. Потом в диалекте крымских, донских армян... Ты гюмрийцев пропустил, потому что гюмрийцы нам не простят. Их достаточно много нас смотрят. Я просто так на скидку именно из грабара, я подумаю в следующем раке, конкретно в гюмрийском. Ну, гюмрийский это скорее даже говор под диалект, а диалект кориньский. А вот так. Или зрунский, да. А в него уже входят и гюмрийский, и диалекты Ахалкалакского, Ахалцивского района. Ну, считается кориньский диалект, да. Да, поехали дальше, крымские и донские. У них сохранилось споряжение глагола на У, который был в графаре, в других диалектах исчез. Например, Арну брать. Есть Гарнум, они говорят, беру. Не Гарнем, а именно Гарнум. Или Ханцунум, Гашу. Вот, да, для графара, потому что было характерно четыре споряжения глагола. В современном восточноармянском осталось два. А вот у донских армян это четвертое на У тоже сохранилось. Ну, то, что так... Давай так. Я возьму за основу одно слово. Например, разговариваем. Вот давай на диалектах переведешь слово разговариваем. Я не зря спросил. Не переведи, а я тебе скажу, почему. Вот, посмотри, последнее ты сказал, в корне отличается от всех остальных диалектов. Откуда это взято? Это донские армяне, правильно? Это донские, да. Что это? Откуда это? Вот я тоже пытаюсь уже давно разобраться с этимологией. Я даже спрашивал у специалистов по другим языкам, но до конца она не выяснена, получается, этимология этого слова. Есть и отсылки к балканским языкам и к румынскому. Кто-то пытается с тюркскими связать, но кто-то с греческими. Ну, до конца не выяснено. Потом в Армении это слово тоже встречается скорее как жаргонное. Тоже в значении разговор, но скорее больше сленг или жаргон. Вот я не знаю, честно говоря. А как оно произносится в Армении? Галаджи. Так же и говорят, да? Да. Я не слышал. Галаджи, галаджи, галаджи тоже может в такой форме быть. Галаджи, галаджи. Но оно, да, оно скорее жаргонное или сленговое. Может быть, это тоже влияние диалекта? Я не знаю. Ну, вот скажи мне одну такую вещь. Какой из армянских диалектов самый такой, скажем, отстраненный вообще от армянского? Сложно понимаемый? Сложно понимаемый? Вот, может быть, на твой взгляд? Может быть, диалект кесабских армян. Каких? Кесабских. Кесаб. А, Кесабские? Да. Из Сирии? Из Сирии, да. Его относят к потомку Киликийского, но там настолько сильно изменилась фонетика, что порой очень сложно что-то понять. Там даже то же слово «хац» звучит примерно как «худз». Ну, и много чего такого, да. То есть, чтобы понять, что на этом диалекте говорят, нужно постараться привыкнуть. Фонетика очень своеобразная. Я думаю, что этот. Ну, а здесь еще зависит от того, носитель какого диалекта говорит с носителем какого диалекта. Есть наиболее удаленные друг от друга, есть те, которые поближе чуть-чуть. Ну, с каждым чалтерцу, с арцарским армянином будет сложновато, мягко говоря, общаться, если каждый будет говорить на своем диалекте. То есть, это примерно, наверное, как русскому с поляком, если так грубо говоря. Разница довольно ощутимая. А скажи, вот ты владеешь несколькими диалектами армянского языка. Какой тебе наиболее по вкусу? Ну, в каждом есть своя изюминка. Я на многих давно не говорю, активно не использую. Раньше я периодически говорил, когда бывал в чалтере. Ну, с арцарскими армянами, да, много общался. Сейчас, конечно, я их по-прежнему понимаю, я не забыл. Но многие перешли больше в пассив уже, в пассивное владение. Потому что я, в принципе, как-то последние годы мало общался с людьми. Больше сидел за переводами. Даже когда заказы принимаю, то больше, наверное, по переписке, нежели... Даже редко созвонился по телефону. Поэтому как-то вот так активное владение немножко пострадало. А скажи, вот когда ты переводишь книги с армянского на русский язык. Понятное дело, что в армянском, как и, наверное, в любом другом восточном, в восточных языках, любых других, есть слова и выражения, которые очень сложно перевести на русский язык. Ну, например, тоже цаветанэм. Да? Да. А вот как ты выпутываешься из таких ситуаций? Ведь там действительно, там кроме цаветанэм и боэтагэм может быть, и все что угодно может быть, да, такого. Как вот здесь быть переводчиком? Тем более русскому переводчику. Ну, сначала нужно попытаться найти какой-то эквивалент. Насколько это возможно. Близкий по смыслу. Ну, например. 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 Так, сходу, наверное, даже не скажу. Сейчас. Ну, вот цаветанэм, например, как перевести его на русский язык? Оно здесь еще от контекста зависит. Ведь это может быть и в знак благодарности быть сказано, и как просьба, и во многих ситуациях. В зависимости от ситуации, по-разному. Или можно сделать пометку, что это вот такое характерное выражение. А если не делать пометку, а вот просто взять и перевести? Ну, ты бы как перевел? Как бы я перевел? Я художественную литературу очень редко перевожу вас. Ну, как бы я перевел? Ну, может быть, разделю с тобой твою боль в зависимости. Ну, ты же понимаешь, что это будет не совсем то. Это не совсем то, да. Сложно сходу. Я бы, наверное, задумался. Я бы посидел, подумал, посмотрел на контекст, на ситуацию. И я могу к следующему выпуску подготовить несколько вариантов перевода. Да нет, зачем нам следующий выпуск? Мы сейчас говорим об этом. Что, что будешь там сидеть и думать, как это перевести? Ну, да. Вообще, честно говоря, я удивился, что ты никогда с этим не сталкивался. С чем именно? Ну, вот с подобными выражениями. Нет, я-то сталкивался. Я просто редко перевожу художественную литературу. Поэтому именно больше документалистику и так далее. Хорошо. Это я сталкивался, да. Ну, зря, конечно, что ты у нас сегодня без дудука. А то бы на пассажок сыграл. Ну, я думаю, еще будет такая возможность. Да, дай бог, чтобы была еще такая возможность. И ты нам что-нибудь сыграешь. А пока, Алексей, у нас вот подсказывает уже час практически. Мы разговариваем. Это не в моих правилах. Обычно 30, максимум 40 минут. Сегодня мы немного превысили лимит. Вот. Поэтому нам уже пора заканчивать. Ну, а на будущую встречу как-нибудь, конечно, подготовься с дудуком и сыграй нам что-нибудь. Мне, например, было бы интересно послушать, особенно из твоих уст, из твоих рук, как будет звучать дудук, мой любимый для яман. Кстати, это курдское слово, да? Именно само междометие, дали аман. Да, оно... А, это междометие даже? То есть это ничего не означает? Это не слово? Да нет, это что-то вроде вай и так далее. Вай аман, дали аман. Ну, темологически связано с общеиранским дель-сердцем. Может быть... А, вот оно что. Я что-то даже и не подумал, что дле это и есть дель. Дель, да, дле. Но в какой-то другой форме, по-моему, в другом. Я как таковым курдским не владею. Я не курманжи, не другим. Подожди, ну, я как знаток ряда иранских языков, но вот я уже даже для себя перевел. Если говорить не дле-яман, а дель-яман, то это уже можно перевести как больное сердце. Ну, в общем-то, да. Но здесь опять-таки нельзя дословно переводить. Да, это как саветтане. Да, 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 да. Все верно. Именно. Слушай, никогда не задумывался. Вот ты представляешь, ну, дле-яман и дле-яман. Вот сейчас ты мне просто дал, как бы, разжевал немножко, да, и я понял, что это такое. А так я никогда даже не догадывался, что дле-яман это дель-яман. Интересно. Интересно. Слушай, ну, ладно, Алексей, нам действительно уже пора, потому что я думаю, наш разговор этот будет бесконечно, если мы будем сейчас к одному слову придираться, к другому, тем более тема действительно очень интересная, и я думаю, зрителям тоже было очень интересно, и они хотели бы еще послушать. Но, увы, время есть время. Алексей, спасибо еще раз большое за сегодняшнюю очередную встречу. Мы тебе помогли, ты нам помог, и вообще мы друг другу помогли, потому что я считаю, что твоя боль – это наша боль. Здесь действительно наша прошлая программа получилась под таким названием, как ЦАВЭТ ТАНЭМ. Так что здоровья твоему, Гайку, о тебе, о вашей семье, чтобы все у вас было здорово, хорошо, и мы еще одни раз увидимся. И я надеюсь, и я уверен, что подрастет Гайк, и я сделаю с ним эфир, и не вот здесь вот так вот, через монитор, а вот как-то вот уже с камерой, и он будет рядом со мной сидеть. Ты, мама ваша и Гайка. Обязательно. Все, хорошо. Ну, на этом я прощаюсь с нашими зрителями. Ну, до скорых встреч. Скоро будет новый выпуск. Не пропустите его. Выпуск обещает быть достаточно интересным. Я вам обещаю. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал, распространяйте наши видео, и оставайтесь с нами, ваш антитопор. До свидания.